Сегодня снегопад добрался и до Ивано-Франковской области. В Карпатах на Милосугробы высотой больше двух метров. В самом Ивано-Франковске утром снег выпал, но ближе к вечеру почти весь растаял. Зато существенно снизилась температура. В квартирах жителей холодно. Из замерзающего города сюжет наших корреспондентов. С утра под стенами горсовета импровизированный митинг. Люди пришли требовать включить отопление. Говорят, вот уже несколько дней температура не поднимается выше 6 градусов. В 23-й школе пустые классы и коридоры. Многие родители просто не отпустили детей на занятия. Во втором Д сегодня всего две ученицы. Одеты по-зимнему, но все равно холодно, жалуется Полина. Говорит, приходится отогреваться на переменах горячим чаем. В классе очень холодно. Я сижу в курсе тепли и в зимовых чоботах, чтобы разогреться. Сейчас без батареи стою, и все будет теплеще. Температура в классах, рассказывает директор, не выше 12 градусов. И в ближайшие дни вряд ли поднимется. Но тепла ждать не приходится. Котельная, которая обслуживает школу, на ремонте. За погоджением с Департаментом обслуживания и науки, завтра прекращается в школе учения. Мы обслуживаемся из котельной, которая на улице Биха. Мы звонили, узнали, там идут ремонты. Так что они тепло не подадут. На холод в квартирах жалуются и горожане. Несмотря на официальное распоряжение местных властей, отопительный сезон в городе возобновили не везде. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура в Прикарпатье будет еще понижаться. Этой ночью ожидается около 6 градусов ниже нуля.